Девушки отдыхают 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 Поэтому нам надо зарядиться энергетически. Поехали! Что ж ты, дружок мой, так вчера лыжанулся-то? Не дружок я тебе. Хоть бы дружба была, а так ведь вообще нечем. Зачем мне дружба с человеком, который меня называет мразью? Нет, но то, что сделал вчера Гена, это... Может быть, простите ему это? Как вот ты думаешь? Вот это и шаг. Слушай, я приеду в Москву, вы его отключите. Держите. Надя, держи. Давайте будем. Немножко вот так вот порыхлим, да. Возьмите там, вон у Миши две тятки. Я сейчас вот вам показываю, как мы... Да. Прямо корням, чтобы побольше земли. Давайте мне тяпочку. Вот Миша. Смотрите. Аккуратненько. Алёнушка, даже не знаю, как начать нашу беседу, но я думаю, начну я ее очень просто, опираясь на вчерашнее лобное место. Я так думаю, что вчера ты окончательно разочаровалась в Гене за то, что он сделал тебе и Наташ. Он мне это написал, мне только что сказал. Я все послышала. Он на Алёну показывал. А чё ты? Ты что? На Алёну показывал. Ты что? Я слышала, мне мама умерла недавно. Карин. Чё тебе кто? Этот плакат он написал кому? Для Наташ. А следующий плакат висит для тебя на низу. Я понимаю, просто у нее мама умерла 4 месяца назад, она сейчас плачет. А это все называется телепроект Дом 2. Вот и, вот именно. Ну, таким нельзя шутить. Закрой, закрой дверь, выйди, выйди отсюда, закрой дверь, мне вливай хочется, когда я тебя вижу. Аня, иди сюда. Закрой дверь. С этим человеком я даже вообще ничего больше общего не хочу иметь. Очень рада тому, что он уезжает. Ай, щи! Извините. Правда. Кстати. Так вот я и говорю. Он импульсивный человек. Он сначала говорит, потом думает. Нет, но то, что сделала вчера Гена, это... Может быть, простите ему это? Как вот ты думаешь? Я бы, конечно, не простила. Как ты можешь вообще говорить это? Мне это все неприятно, мне это все абсолютно не нравится. Мне уже не нравится то, что меня постоянно спрашивают о Гене, потому что я хочу, чтобы Алена и Гена, чтобы никогда эти два имени не были вместе. Он поступил так мерзко. Не знаю, я в жизни не встречала человека, который так бы поступил. Алло, ты слышишь меня, пап? Да, что ты? Ну, конечно, а кто ты думал? Как у тебя дела, Боря? У меня были очень тяжелые два дня. Очень тяжелые. На меня тут были нападки со стороны Гены, Джики. И я... Вчера был просто самый ужасный день на проекте. Потому что Гена вчера поступил вообще ужасно. Я даже не знаю, как тебе об этом рассказать. Вот этот Молдаван, что ли? Да. Он вчера меня очень сильно оскорбил. И довел до слез. Просто, пап, на самом деле, ты... Я не знаю просто, как рассказать то, что уж вчера произошло. Он обидел меня, мало того, он затронул тему того, что у меня нету мамы. Вот это и шаг. Слушай, я приеду в Москву, я могу его отключить. Ну что ж ты, дружок мой, так вчера лыжанулся-то? Соленый хоть бы дружба была, а так ведь вообще ничего. Зачем мне дружба с человеком, который меня называет мразью? Не-не-не, во-первых, речь не идет. А, то есть ты теперь сам уже не хочешь ничего общего говорить с Аленкой? С того момента, как она участвовала вот в этом происходящем, потому что там с кровати сдвигала. Вот с этого момента она перечеркнула полностью все отношения к ней. Теперь она для меня участник телепроекта. Вот как ты, так и она. Вот я вас рассматриваю. Вот как привет, пока и не больше. То есть тебя она не интересует больше, как дома? Нет, как дома она мне не интересна. Я жду дня, чтобы я поскорее уехал и разбирался со своими мыслями, со своими проблемами, понимаешь. А Ален, пусть она общается с Наташей, с тобой, пусть она строит отношения, пусть она, как она говорит, едет на кастинг. Подожди, то есть о чем здесь вообще речь может идти? На будущее. Теперь на будущее рассчитываю меняться, меняться, еще раз меняться, расти. Для девушек? Умственно. Или для тебя? Нет, ну конечно, по отношению к девушкам. Поедешь на кастинг, выберешь себе очередную альгу? Нет, 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 я на кастинг не еду. А как? Будешь ждать здесь? Думаю, да. Будешь ждать, что к тебе придет день? Хватит, чтобы через меня приходили сюда и потом делали вот такие вот дела. Пусть уже приходят, доказывают, кто они и что они, а потом уже будем. А ты посмотришь? Я посмотрю. Ребята, насколько вы знаете, что конкурс «Хозяин дома-2» продолжается, да? Теперь у нас ведет неделю солнышко. Семен у нас уехал на свадьбу. Как правило, свадьбы отмечают 2-3 дня, да? Но Семену уже нет 4 дня. Мне кажется, что Семен уехал к себе домой и хочет продать свои последние 3 коровы и потратить вырученные деньги на свою поддержку. Вот и все. Да, это маски. Да, это маски. Вы считаете, Семен это делает как-то специально, оставив солнце, и вот солнце. Посмотри, как я вот был без тебя, без твоей поддержки. Вот теперь ты вот будь без моей поддержки. Или как, вот мне интересно? Как интересно, мне кажется, вот, может быть, Семен и нуждался в поддержке. Мне кажется, солнце 100% никак не нуждается в поддержке Семена. Ну, привет, здорово. Здравствуйте. Слушайте, ребята, мне к вам один вопрос. Значит, отвечайте, как есть. Здравствуйте. У нас сейчас конкурс идет «Хозяин дома-2». В общем, мне не нужно знать ваше мнение. Степа. 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 Прекрасно. Вылетел вон. Степа. Степка. Я тоже. Вот я полностью согласен с вами. Вон он, кстати, Степка. Да, кушает арбуз, да? А Степка идеально. Вы знаете, ребята, ну у нас ситуация следующая. Степка вылетел из конкурса. Ну, вообще эфиры, знаете, что-то. Мы же удаем. Отыкаете? Значит, смотрите, ребят, сейчас у нас на финишной прямой двое. Солнце и Семен Фавлов. С гармошкой такой толстой. Фухлая. Я его, как вам сказать, я прям отношусь как к брату. Ну, знаете, есть брат, который приехал издалека, ты его давно видишь, не поймешь, как ты к нему относишься еще. В общем, учился он на пятерке, а ты такой двоечник. Знаете, он приехал, тебя получает. Да кто? Солнце и все же Семен. Так, ну, ты еще сказал. Ну, у нас, в принципе, было лучше. Да. Да. И стороночку. И подвинуться лучше, да? А я, Карин, думаю, что он просто поехал, у него там появились какие-то, может быть, срочные дела. И, в принципе, я не хочу его оправдывать, да, в чем-то. Но он прекрасно знает, что Солнце справляется всегда без него замечательно. То есть, его поддержка ей абсолютно не нужна. А то, что у них идет такое соперничество, ну, я не знаю, вот на самом деле он уехал, как бы, ну... Извини, я тебя перебью, срочные дела можно решить в течение, там, одну, один, два дня? Ну, не четыре дня решать. Нет, на самом деле он, по-моему, сказал. Срочные дела на четыре дня, да? Понимаешь, у него единственный друг, он поехал к нему на свадьбу. Майли, что там произошло, действительно. Конечно, не понимал, он мог позвонить, да, там, объяснить нам ситуацию, на самом деле. Но, тем не менее, мы не можем пока судить о нем. Может, он этим самым поступком хочет показать, как неправа была Солнце, когда Семен вел, и Солнце отсутствовало? Мы заметили, что, в принципе, он к ней относится нормально. Может быть, ему какие-то моменты не нравятся, да, как она себя с ним ведет. Но, тем не менее, это конкурсы, даже если они общались, может быть, да, может быть, ближе, чем друзья, даже в какой-то степени. Но во время конкурсов все равно каждый, естественно, хочет стать победителем. А когда они общались ближе, чем друзья? Ну, я имею в виду, понимаешь, он ухаживал. А Семен был ухаживал. А вы считаете, они оба достойны этой победы? Они друг от друга, да, я скажу, не перебивай меня, они друг от друга бегают. Солнце ведет, Семен уехал, вел Семен, разъезжало солнце. Вот эти вот плакаты, должен быть хозяином я. Солнце готовит вечером к этому нашему памятнику какие-то гвоздички, если вы не знаете, то, что еще сегодня будет такой подкол в некий, да, Семен адрес. Вот как вы считаете, может, телезрители ошиблись, что они в финал вывели вот именно этих двух людей? Карин, я считаю, что Семен заслужил приз «Хозяин дома», но истинная хозяйка, хозяйкой дома является Солнце, и выиграть должна она. Кто вы считаете достоин быть хозяином «Дома-2 носителя»? А кто вы считаете? Семен и Солнце. Я не участвую в конкурсе. Ну кто же кто? А, то есть вы считаете, что Солнце уже достаточно всего наимело теперь, Семен? Я тоже наимела. Ну, поимела. Вас так же словать. Вот видите, какое мнение, уже и которое мнение гласит о том, что Семен должен быть хозяином «Дома-2». Я прислепил. Это был Солнце в грустном прямо с морского побережья России. Ну, рассказывай. Ну что рассказывать? Знаешь, почему я не говорю? Потому что я не хочу выглядеть здесь как шестеркой. Ну, я же ты спрашивала. Ну. Ну что, ну? Ну вот, и вообще обсуждали как бы настройки. Как вы считаете, вот почему Семен поехал, да, там, он сказал, что он поехал на свадьбу. Все мы нет уже четыре дня. Может быть, он делает это на зло в Солнцу. И как бы вот, может быть, ты делаешь что-то на зло, ему у вас пошло там соперничество. И кто же должен победить? Ну, вообще, в таком духе было рассказано. Ну, о чем-то говорю. Я думаю, ты, девочка, не глупая, ты сама прекрасно понимаешь, кто мог говорить плохо. Потом Карина меня спросила, может быть, Семен таким образом решил отомстить Солнцу. И типа, ага, вот когда я был ведущим, тебя не было, вот и ты теперь так. Ну и что не было? У меня от этого вот, от того, что его не было, это его дела, свадьба, так же, как, да, мои дела, гастроли, да? У меня от этого вот эти дни было ни хорошо, ни плохо, если честно. Я считаю, что это опять проявление характера Семена, и все. Я считаю, что это вообще нейтральная вещь. Ну, у тебя свое мнение, у меня свое мнение. Я считаю, что он просто... Он показывает, какой он есть на самом деле. Неуважение, что ли, или что-то? Ты считаешь, что это нормально? Это чисто даже не по-мужски. Ну, чего ты боишься? Для чего ты так вот делаешь? Нет, да, вот бояться вот сегодня, это одно. Ну, Сема, Сема просто... Кажется, сегодня не возвращается. Мне кажется, наверняка, когда его разыскивали там администраторы, они ему сказали, что, Семен, согласен сегодня приехать, потому что там мероприятие, посвященное тебе. По-любому эти слова были сказаны. Ну, что ты хочешь сказать, это мужской поступок? Ты сидишь и его оправдываешь. Ребят, Рустам, привет. Ребят, он любит тебя по-прежнему, но этот поступок был отвратителен. Какой? По поводу дружбы с Семеном, что ты ее разрываешь. Солнце нужны деньги, потому что ее алчность и жадность перехлестнула ее здравый смысл. Ох, эти конкурсы, ох, эти нервы, каждый мечтает быть самым первым. Подреберный пер безвременно погиб в конкурсной борьбе. В этот знаменательный день позвольте переименовать памятник имени Подреберному перу в памятник не сложившейся дружбы между Солнцем и Семеном. И в этот знаменательный день мы исполним для вас грустную песню. Песню исполняет хор мальчиков и даже девочек. Песня. Кто живется, кто угадает, Разные конкурсы в гоне бывают. То королевы, то супермены, Вот и хозяев пришло теперь время. То королевы, то супермены, Вот и хозяев пришло теперь время. Мы выбираем, нас выбирают, Как это часто не совпадает. Ох, эти конкурсы, ох, эти нервы, Каждый мечтает быть самым первым. Ох, эти конкурсы, ох, эти нервы, Каждый мечтает быть самым первым. Я привыкаю, я тебе рада, Будешь хозяином, значит так надо. Только понять, может, все-таки сможешь, Что не сложилось, вместе не сложишь. Только понять, может, все-таки сможешь, Что не сложилось, вместе не сложишь. Счастье такая трудная штука, То дальнозорка, то близорука. Часто простое кажется вздорным, Черное белым, а белое черным. Часто простое кажется узорным, чёрное белым, белое чёрным. Алло. Алло, привет. Привет, корешка. Как у тебя дела? Хорошо, мы на гастролях, сейчас в ДНЖП, просто отлично. Чё там у тебя, маленький, говори побыстрее, потому что сама жизнь. Да и у нас-то чё, памятник, помнишь, да, памятник подрёберный пёрк? Да, да, да. Солнце возложило к нему цветы, что дружбы больше нету между Семёном и Солнцем. Ну, а чё мне удивляться здесь? Она самого бы ещё Сёму туда возложила, если бы она, конечно, могла. Её стремление во что бы то ни стало забрать деньги, ненавидя всех вокруг, не вспоминает, оно раздражает тех. Я вот сейчас с людьми разговариваю, все говорят, что памятник, что деньги, что выигрыш, что титул должны достаться на этот раз Семёну. А сон, это слишком агрессивно. Я согласна с тобой, это просто так некрасиво. Ну, это сам всё вообще. Это, я так скажу, дерьмо, я от меня огромный привет, скажу, что я её очень люблю, по-прежнему, конечно. Но вот это сам всё. Это, Семёна, прикольно. Прикольно, прикольно. Представляете, Семёна это никак не должно быть. Не обидеть, да? Не-не-не. Только он просто скажет... Он скажет, это отказ! Не, ну я действительно тоже переживаю за то, что у нас из-за конкурса не сложилась дружба. В чём я, собственно, вот первая моя строчка. Подруберный пёр безвременно погиб в конкурсной борьбе. Ну, действительно так. Да. Такие дружили-дружили, а потом... Да, дружили-дружили. Его изначально соперники были. Тут как бы как ни крути, в смысле. Соперники... Миша, опять же, вспоминая королеву, такая у меня Настя не соперница была, и как бы она не хотела там выиграть, да, и всё равно вот мы с ней не поссорились никак. Нет, вы поймите, ты относишься к этому проще, к конкурсу. Семён относится к этому конкурсу прям вот как. Нет, кстати, я к этому конкурсу вообще не просто отношусь. Если вот к королеве... Она бы тоже могла поехать на гастроли сейчас, знаешь. Да, и купаться в море, например, отдыхать. Нет, я к этому конкурсу реально вот прям вот... Мне кажется, к этому конкурсу Стёпа больше всех относился, так что ему надо... Потому что он ничего не выигрывал, да? Ну да, да. Мне Карина позвонила, я сказала... Расскажите. Сегодня она возложила цветы, чуть ли не с похоронным маршем, к памятнику под реберному пёру. В общем, это цветы были возложены как бы Симеону. Я могу добавить, в общем-то... И была сказана речь... Была сказана речь, потому что... Микрофон не может... Дружить конец Симеону. Идет такое... Я считаю, ребята, что это какое-то качунь... Какому памятнику? Под реберному пёру. Я считаю... Это тоже памятник возложил? Да, я считаю, что это какое-то качунь. Так есть? Вести себя в подобном образе... Каждый борется же по-разному. Вы знаете, какие отношения между ними, что там у них произошло? Я рада видеть, что у них произошло. Как только они вышли в финал, они стали конкурировать. Да, знаю. Конечно, знаю, потому что деньги надо делить. А ты за чего Сему цепляешься? Потому что не я хотел выиграть приз. Потому что да, я хотел. Потому что я считаю, что я достойнее гораздо, чем Солнце и Сема вместе взятые выиграть этот приз. Ничего я не стесняюсь об этом заявить. Двители решили по-другому, Степа. Да, уже не в этом вопрос, кто достойный. Я считаю, что Рома достойный. Я считаю, что Крася достойный. Я достойный тоже. Каждый из нас достойный. Сейчас ситуацию совсем в другом мы обсуждаем. Что вот уже есть по факту финалисты. Солнце и Семен. Я вопрос был задан, он конкретный. Почему Солнце и Сема разошлись? Потому что Солнце нужны деньги. Потому что ее алчность и жадность перехлестнула ее здравый смысл. Солнце, тебе от Рустама привет. Он любит тебя по-прежнему. Но этот поступок был отвратительным. Какой? По поводу дружбы с Семеном, что ты ее разрываешь. Это то, что он просил мне тебе передать. А кто нашестачил Рустаму? Что сейчас было три секунды назад? Я рассказала, я им звонила. А ты как сказала? Что сегодня произошло? Ты возложила цветы к памятнику и объявила, что дружбы больше нет. Но ее до этого нет. До этого не было. Я считаю, дружба была, ухаживания со стороны были. Но вот, к сожалению, они были не совсем искренними. Нет, Солнце, знаешь, я считаю, вы должны бороться. Вот мое мнение, если, конечно, оно тебе интересно, я тебе скажу. Мое мнение, если вы, как Семен боролся с плакатами, я хозяин, мужчина должен быть хозяином, это одно. Но он никак не оскорблял и не пытался с тобой поругаться. Я его никак не оскорбляла. Ну, Солнце, вот это первое лобное место как-то начало, это уже ему такой удар в печень. Ну, значит, у меня есть причина. Я вот за что, я считаю, почему они поругались, да, почему у них возникал конфликт. Если бы Солнце вышло с тобой, со мной, с Эмиком, с Ромой, я не думаю, что возникли бы такие проблемы. Потому что каждый бы показывал свои плюсы, минусы и все остальное. Была бы живая конкуренция. А когда Сема подходит и говорит, как ты считаешь, кто должен стать хозяином дома-2, мальчик или девочка? Когда еще все было у них нормально. После этого у них начался конфликт. Наташа подходит. А что правда у этого плохого? В этом вопросе, Настя. Не, Настя, а что у этого плохого? Я вам тоже не понимаю. Там вообще, в принципе, когда человек друг к другу проявляет какие-то симпатии, потом у них перед выбором, или одному человеку, или другому, конечно, конкурирует. Я лично считаю, что Сема совсем стал другой, нежели он был до этого корпуса. Слава Богу, что ты это понимаешь, потому что ты защищала его, Настенька, я помню. Это раз. А во-вторых, ребят, я хорошо. Я не считаю, что он плохим человеком. Он хороший человек. У него очень много положительных качеств. Он просто не справился с тем, что на него обвалилось. На него обвалилось повышенное внимание, потому что он совсем не чуть-чуть у нас. И тут он вышел в финал. И он с этим не может справиться. Он не может справиться. А я, ребята, считаю, что Солнце повело себя очень предсказуемо. Как предсказывали, знаете, Араку. А я очень надеюсь, что она выиграет. Так все и случилось. А нам показала Семе комбинацию с пяти пальцев, как это называется. Кукиш с прованским маслом. Это все очень банально. Я сейчас ей высказала, она говорит, а зачем же он подходит и всем триндит, что всех наусикивает, что... А кто хозяин в доме должен быть? Мужчина же, мужчина. Ну, Господи, он ведется к своей цели, он же не пытается как-то ее оскорбить или унизить, потому что она женщина. Не-не-не. Он как... Ну, Семен это Семен. Солнце из себя строит жертву. Конечно. Так ты вспомни первое лобное место, когда она напала на него и нанесла ему удар прям. Он не ожидал, он думал, все вот так будет просто и гладко. Вышел за ней на предварительном, поддержав ее, хотя она этого не сделала. Она отводится, что я не вышла, чтобы не было лишних вопросов. Да какие лишние вопросы? Что их уже, женят? Или говорят им, рожайте детей, заселяйтесь в дом? А я была сегодня прорабом и, к сожалению, не могла высказываться по этому поводу, а только задавала провокационные вопросы ребятам. Как вы все-таки думаете, ухаживание, Семен, они все-таки носили искренний характер или нет? Я надеюсь, что они все равно носили искренний характер. Но в какой-то момент, да, это стало невозможным просто. Опять же, даже с его стороны. То есть это для меня смотрится как лицемерие. И ухаживать, и подсиживать тут же, понимаешь? Потому что все равно есть другие методы. Меня не то что обидело, да, но у меня все равно прям произвело неприятное впечатление. Когда у меня начинается конкурс первый день, приходит Семен и говорит, тебе чем-нибудь помочь? У тебя что, нет мыслей? Ты так, не нервничай так, я тебе помогу. Понимаешь, то есть человек, я понимаю, что это выглядит очень гуманно с его стороны. Но на самом деле это выглядит так, что ты тупенькая, у тебя нет мыслей, я тебе сейчас помогу тут во всем. Сейчас я тебя отдам в свои лица. Да, я вот неделю повел, сейчас еще и я тут поведу. Или первая предваривка, когда он начал мешать. Я еще знаю, что сегодня, вот, меня этот вопрос до сих пор смущает. Сегодня на стройке поднимали. Вот когда ты сказала, я за кем попал, а не выхожу в отличие от тебя, Карина. Это же ты не имела в виду Семен? Нет. Это ты имела в виду просто поведение Карины. Кому это все объясняли, понимаешь? А мне кажется, что ему сейчас просто удобно. Ему просто было удобно обидеться в тот момент. А как только прошла его неделя, ему опять стало удобно ухаживать за мной. Мне такие отношения нужны. Ну что ж, проект «Дом-2» про любовь. Ну, на проекте творятся странные вещи, о которых нам поведает Ксения Бородина. Встречаем. Так, секунду. Скажу тебя огорчить, но еще в ближайшие несколько дней буду уведать тебе и я. Солнце, по-другому тоже встречаем. Да, встречайте. Встречайте меня. Ну, а каких таких странных вещах? Страшных. Странные вещи. Странные вещи. Я должна рассказать, Ген. К примеру, Ксюшенька, вот то, что сегодня произошло. Ты имеешь в виду возложение цветов? Нет, возложение цветов, не называй это, чтобы это как-то было плохо, но осквернение памятников. Вот, видишь, человек старался, думал в течение недели, он как-то, видишь, он даже исчез, потому что ему жутко было бы смотреть вот на это, вот на это, что сейчас происходит, что творит солнце. Ну, я на самом деле наблюдала за этим действием в аппаратной и мне было жутковато, я тебе хочу сказать, и боюсь, что так же может быть и зрителем солнца. Мне действительно, я хочу сейчас от тебя услышать, почему ты решила так сделать. На самом деле, в последний день, когда был день рождения Александра Гобозова, ко мне подошел Сема и сказал, Ксюх, ну вот скажи, пожалуйста, почему солнце так несправедливо ко мне? Я говорю, ну в чем ты считаешь ее несправедливость? Она говорит, ну как же так, блин, я же ей памятник сделала, ведь это же она рядом со мной стоит, да, как бы, я хотела бы разделить с ней все то, что имею, почему она со мной так поступает. Ну, я сказала, знаешь, что вы разбирайтесь сами, ребят, в этом ничего не могу помочь. Солнце, ну сегодня, правда, как-то выглядело не очень, хочу тебе сказать, почему ты так решила сделать? Расскажи. Я не знаю, я не старалась выглядеть как-то для Гена или для кого-то еще. Я думаю, те люди, которые внимательно следят за нашими с Семеном отношениями, поняли, о чем шла речь. Никаких оскорблений не было. Я не написала слово жопа, как вы обратили внимание. Я никоим образом не осквернула памятник Семена. Я привлекла к этому памятнику лишний раз вниманием. Мне кажется, что... Степ. Степ? Вот ты как? Ты что услышала? Я вам сейчас скажу, что я услышала. Я видела то, что ты возложила туда цветы и спела песню, не помню, как эта песня? Нас выбирают, мы выбираем, если я не ошибаюсь. Ну, Мишенька, в песне ничего плохого особо так я не слышал, я даже ее не пела, даже цветы не взяла. Дело в том, что в самом начале, когда Солнце сказало, этот памятник, какой-то подвыпернутый пер, уже так не называется. И мы его с этого дня изменим. Вот видите, дело в том, что человек старался, сделал, назвал его как-то. А человек просто подошел и взялся, перечеркнул и назвал его по-своему. Ну, называй ты его хоть как, Геночка, я тебе не могу в голову навязать своих мыслей. Если тебе хочется его называть по-другому, называй. А я объясняю еще раз для тех, кто не понял, что, по моим ощущениям, из-за какой-то конкурентной борьбы, я это озвучила, по-моему, наши с Семеном отношения несколько ухудшились, и назвать их дружбой я уже не могу. Поэтому сегодня, вот то действие, которое было, это мои сожаления о несложившейся дружбе, сожаления искренне, я жалею. Потому что мне кажется, что с ним у нас могли бы при других обстоятельствах быть совершенно другие отношения. Вот скажи, пожалуйста, что он такого сделал криминального, да, вот что ты решила, что этих отношений не может быть, вот в этой конкурентной борьбе? Вот самая большая его ошибка была в чем? Я не буду оценивать Семена, не буду оценивать Семена. Я горжусь тем, что он отлично отвел свою неделю, он молодец. Тебя это разозлило, мне кажется. Меня не это разозлило, меня в Семене смутило в какой-то момент его ухаживание за мной, вот и все. Понимаешь, в какой-то момент я перестала верить. Именно этот маленький аспект, я надеюсь, он никому не мешает. Подожди, если бы он не вышел в финал, тебя бы тогда это не смутило, понимаешь, он продолжал бы ухаживать и нормально. Я так чувствую, Ксюш, ну давайте заставим меня дружить. Нет, объясни, вот из-за чего, вот конкретный момент, я же тебя не люблю, не любить его заставляю, я говорю сейчас хотя бы о дружбе. Нет, по-моему и на это ты из основных делаешь. Нет, я сейчас о дружбе говорю, о дружбе. Я тебе говорю о дружбе или об отношениях или о чем-то еще. Мне очень приятен Семен, я не имею ничего против его персоны, но в отношении ко мне меня смутили его ухаживание в какой-то момент. Я не поверила ему, понимаешь, в очередной раз, вот и все. Он плакал по несколько дней, ты не поверила ему, ты не видела, что с ним творилось, он гитару не выпускает с рук, как ему плохо. Он рисует тебе портреты. Как здорово, что ты мне, Гена, об этом сейчас как друг расскажешь, да? Какой я тебе друг, я его не имел и не буду иметь. И очень меня удивляет позиция Гены и Карины. Когда-то, вот буквально неделю назад, они опускали Семена так, что у меня вяли уши. Но сейчас они, видимо, поняли, что в их рядах было и надо бы Семена, потенциального победителя, финалиста и человека, который здесь утвердился, подгрести к себе. Хороший вопрос, давай, Карина, ответь на него. Я могу сказать, что Семен и Солнце оба не достойны этого титула. Или оба достойны, уж раз вышли финала, уж пусть идут. А дай я скажу, ты в чем достойна, что ты три года тут авторитет, хозяйка, какие хозяйские качества в тебе. Семен, что, он авторитет, он что, там, за ним пойдет масса народу, там, я не знаю, он такой бунтарь у нас или хозяин. Нет, Семен играет на своем баяне или как аккордеон, поет песни. Понимаешь, Солнце? И я еще хочу сказать, мне непонятно, ты в первый же день, кто был бы достойен, да, если бы вышел Степа Менщиков, Рома Третьков, вот прям поборолись бы, нормальная была бы борьба. Да, я договорю. Я с тобой согласна, самое интересное. В первый день, Солнышко, мне уже не понравилось то, что ты, как я тебе это уже сегодня сказала, первое твое лобное место началось как в чем-то упрекнуть Семена, там, я считаю, реально это был удар в печень, да, там, или ниже пояса. Почему, я не знаю, мы шутили по поводу Семена, что, наверное, это папа продал корову, шлет СМСки, потом мы говорили на ту тему, что, скорее всего, Солнцевские фанаты поддержат его. Так, может быть, ты реально думаешь, что это твои фанаты его поддержат и хочешь сейчас показать своим же фанатам, что, ребят, у нас нет дружбы, или как, объясни мне. Хочу задать, Наташа, и тебе тоже вопрос. Солнце и Степа, да, Меншиков, за кого бы ты, да, проголосовала и за кого ты болела? За Степу, да, за Степу. Объясни, вот, почему за Степу, что какие качества? Хозяйственный, он мужик, он сказал, он сделал, он ведет за собой, там, людей, да, к нему прислушивается. Это есть у Солнца эти качества? Карин, мы сейчас говорим... Или они есть у Семена? Карин, выбирала не ты, выбирала не я, выбирали телезрители. Я свое мнение тебе озвучиваю. Были претенденты, извини, в финал вышло Солнце и Семен. Если из этих двух человек выбирать, то, конечно, я считаю, что Солнце. Почему? В чем? Да, все, секунду, почему? Ну, давайте, знаете, давайте будем честны. Семен, гармошка, творчество, все это классно. Ну, скажите, пожалуйста, Семен может кому-то ответить так, чтобы от него просто отстали моментально? Нет. Семен может повести за собой толпу? Нет. Толпу? Вот именно, что толпу за собой ведут, как овец послушный. Люди должны уважать и стремиться к этому человеку, а не передвигать толпу. Не понимаю, здесь какие-то звуки просто на лоб на месте. Хорошо, да, да. Секунду, ребят, не мешайте, дайте ответить на это. Да, вот. Понимаешь, как бы, Сема творческий человек, он хороший, он добрый, он мягкий, но он не хозяин. Вот и все. Все просто. Сема тоже можно позиционировать как творческого человека. Такая же она творческая. Ариночка, я считаю, что ты сейчас не уважаешь наших телезрителей, если ты пытаешься там каким-то образом перечить, не знаю, тысячам, наверное, зрителей, которые голосуют. Ариночка, фанаты солнца, фанаты Семенов, поддерживают. Нет, не фанаты, не обращайся к моим людям как к фанатам, у меня фанатов нет. У меня есть болельщики, как на футбольном матче. И когда вот сейчас есть финал, слева команда в красных трусах, справа в белых. И они просто голосуют и посылают смски, как если бы на футбольном поле они скандировали какие-то лозунги. Все. Я к этому, ко всем состязаниям отношусь именно таким образом. И, к моему величайшему сожалению, для Семена, видимо, это состязание было более важным, чем отношение со мной, дружба или симпатия или еще что-то. Малыш, скажи просто, вот что он должен был сделать, для того, чтобы ты сказала, да, вот там, отказаться. Вот скажи просто, если бы он отказался, когда вышла в финал ты и он, и вот идет борьба, кто же станет там чемпионом, да, в этой борьбе. Он что, как должен был сделать? Как джентльмен сказать, солнце, знаешь что, я считаю, что ты достойнее, и я ухожу. Ни в коем случае, ни в коем случае. Тогда бы он был не мужиком, понимаешь? Да, да, я понимаю. А что я говорю, что надо? Нет, ты говоришь, нет, тогда что он должен сделать бы? Повеситься. Он не должен был делать, нет, я не буду говорить, он делал то, что он делал. И у меня вызвалась реакция такая, какая вызвалась. Хорошо, но я сейчас не слышу ответа, что бы ты хотела от него увидеть и услышать? Я тебе могу сказать так, это третий конкурс в моей жизни. Я считаю, что я умею здраво конкурировать. Я считаю, что я умею конкурировать без оскорблений, без унижений. И мы помним королеву. И какими бы мы не были с Настей подружками, и как бы мы не конкурировали, как бы она не хотела выиграть так же, как и я. Мы с ней не поссорились ни разу. Мы помогали друг другу. Мы, не знаю, делали друг другу прически, красили друг друга, застегивали, там мы придумали танцы, песни и пляски, понимаешь? Вот это для меня здоровая конкуренция. А когда я приезжаю в периметр и узнаю, что за моей спиной Семен говорил какие-то вещи, которые мне неприятны и которые он мне в глаза не скажет, вот это меня смущает. Можно я? Да, Ген. Поняла меня? Я поняла. Слушай, а я тебе сейчас скажу по поводу королевы. Когда участвовали в королеве, вот был конкурс, Настенька там с Солнцем конкурировали, все. Но Солнце, разумеется, это никак не касалось, потому что ее никто не обскакал на 22%, во-первых. И во-вторых, это не был самый новенький участник проекта, который здесь всего лишь месяц заявил о себе очень громко, очень громко заявил, и за что я его уважаю и я его поддерживаю только, знаешь, из-за чего? То, что он молодец, он ушел снова дома, он предал новый дом, он там, не знаю, там какашечки убирал. Но зато он в конце концов опомнился и сказал, слушай, так я мужик, я буду бороться. Я сказал, ты бросай свою гитару, хорош здесь сопли жевать за солнцем, не знаю, там плакать, горевать. Не стоит она это, не стоит. Мне кажется, если бы Гена не сказал, то Семен бы так не сделал. Завоюй свой приезд и все. И об этом говорил не только я, об этом говорил ему весь новый дом. Рустам, наверное. И Степа ему говорил, к примеру. И многие другие участники, Тори ему говорили, все ему говорили о этом. А вот эти вот, то, что там тебя поддерживают, там тебя подлизывают, сидят в твоем доме, это... А почему ты считаешь, что твоя поддержка, она ценная, а мнение вот этих девушек для тебя не волнует? Слушай, дело в том, что я не говорю мнение девушек, мне абсолютно это неинтересно. Я говорю о том, что... Вот, а мы об этом и говорим, что... Я говорю о том, что надо поддерживать новый дом и новых участников. Новых участников, которые заявили о тебе, молодцы, 42 процента, вот эта сила. А ты обломалась, обломалась. И поверь, если он зовет хозяин дома 2, ох, как ты будешь рвать все и метать. И когда, знаешь, если ты выиграешь, у тебя Ромка, твой лучший друг, будет тебя назвать так же кривоногой, и будет тебе оскорбление, и всячески будет зависть, потому что ты уже третий раз можешь... Гена, а из твоих случайно не зависти, а не зависть ли сейчас говорят? Я не хочу вообще с тобой, какие-то теты, какие-то теты, как ведущие, я вообще не хочу вообще рядом с тобой находиться, чтобы ты меня знал, на теты. Или тебе вообще что-то говорить, я буду только зависть с ведущей. И не из-за того, что вот как сестры здесь поступали отвернуться. Хорошо, Гена, с настоящими ведущими, которые про любовь не говорят, послушай, не про любовь говорят. А действительно здесь что-то делать на проекте? Можно сказать вообще, мое мнение личное, почему столько народу проголосовало за Семена? На самом деле, вот я смотрела этот проект, да, и я сюда пришла. И я вижу, что на проекте от любви почти ничего не осталось. Здесь сплошной негатив, сплошные ссоры, сплошные крики, сплошные оскорбления. А Семен пришел сюда как олицетворение чего-то доброго и душевного. Народ этим самым доказывает, что они хотят доброты, теплоты и любви. Они тоже не спорят с этим. А у нас теперь, посмотри... А мы с тобой сейчас не общаемся, ты мое имя больше не произносишь. Оля, хорошо, Оля. Вот, именно поэтому как бы Семен вышел, да? Вот. Но, ребята, почему сейчас так кинулись рьяно защищать Семена? Правильно ты говоришь? Потому что в их ряду убыло, да? И им не важно выиграет... Им на самом деле не важно, чтобы выиграл Семен. Им главное, чтобы не выиграло Солнце. Вот и все. Вот и все. Все провалено. Наташа, я с тобой полностью согласна. Спасибо, что ты озвучила это. Ну что ж, я думаю, те люди, которые болеют за меня и голосуют, будут мной довольны. Надеюсь, они поймут, что я ни в коем случае не унизила Семена, а просто констатировала факты. Мне очень жаль, действительно, что наши отношения с ним не сложились. Ну что ж, может быть, если закончится конкурс, мы обязательно будем общаться и дружить. Вот так вот. Спасибо. Ура! Ну что ж, увидимся сразу после рекламы в телеканале ТМТ. Спасибо. У меня такая же проблема. Да, я эмоциональный человек. Ты же видишь со стороны меня, когда я тоже начинаю эмоционально срываться. Ты видишь мои ошибки? Вот так же я сейчас вижу твои. Ты пойми, что ты должна сейчас на лобном месте, понимаешь, вести себя все равно как ведущий. То, что, я понимаю, мы срываемся, нам сложно, и ты все равно с ними потом жить, и тебе сложно сразу перестроиться. Но ты должна поставить так, не переходить на оскорбление, понимаешь, сразу просто говорить, почему? Почему ты так считаешь, что и как, чтобы и для зрителей ты тоже выглядела, понимаешь, нормально. Ты, получается, начинаешь на меня наезжать. Зачем наезжать, и сразу эмоции. У меня такая же проблема. Да, я эмоциональный человек. Ты же видишь со стороны меня, когда я тоже начинаю эмоционально срываться. Ты видишь мои ошибки? Вот так же я сейчас вижу твои. Я тебе говорю, не делай это, не давай им себя давить. Ну, я тебе серьезно говорю. Понимаешь, тебя назначили в этом разница. А у меня конкурс. И ребята, которые... Я понимаю, что Гене действительно завидны, что я когда-то ходила рядышком, и на неделю я стала вдруг их начальницей, понимаешь. Я вижу, что... Их не счастливее. То он и Карина, которые сейчас сидели. А ей же, та же самая, и Надя, и Миша, ты понимаешь? Знаешь, что для меня показатель? Для меня показатель, что Надя, ой, Надя, Гена и Карина ходят утром ко мне на зарядку, радуются, улыбаются, хлопают в ладоши, и мы разучим с ними танец. А также они поют эту песню, которую мы делали, абсолютно безобидную. И всем прикольно. По крайней мере, иммунитет ему, если дадут, то это будет непонятно. В смысле, по крайней мере, человеку. Это что, иммунитет человеку, который одним негативом тут? Во-первых, человек здесь не строит отношений никаких. Во-вторых, он поливает себе грязью. И в-третьих, этот человек не имеет моральных ценностей. Если его не выгонят с проекта, его вынесут. Приедет мой папа и его вынесут. Нет, серьезно, он в этом все, он сначала поливал грязью, сейчас нормально. Конечно. Юлю сначала поливал грязью, сейчас нормально. Это шоу. Ну, это не для вас, извините, это шоу. Согласись, вот, согласись, на тебя потом столько людей будет смотреть. Как ты объяснишь свое вот это виляние хвостом? А есть какие-то, извините меня, человеческие факторы? Да нету, нету человеческих факторов. Человеческие факторы есть. Разве можно, разве можно поступаться человеческими факторами? Классно, конечно, друг друга за спиной обсирать. Очень классно называть там кого-то там змеянкой, кого-то этими. Почему ты про себя ничего, дружочек, не хочешь сказать? Скажи про себя. Я делаю то, что я хочу. Не борись с участниками. Это те люди, которые, наоборот, ты должна либо их строить. Я не борюсь с участниками. Мне есть просто, понимаешь, интересные мне люди и неинтересные. И с неинтересными... Ты ведущая, ты не можешь сейчас так размышлять. Да, да. И с неинтересными людьми я тоже нахожу темы, на которые можно общаться. Например, та же самая моя зарядка. Когда перешли на оскорбление, я тоже могу ответить. Завтра будет зарядка. Ты тоже отвечаешь, ты знаешь, прекрасно. Бывало, когда перегибалась, то же самое с этими сестрами, да? Но потом просто я нашла, понимаешь, как с ними общаться, да? Я просто пропускала какие-то лечения. Ну, знаешь, я с Геной еще не нашла. Поэтому сейчас... Видимо, недели мало. Вот буду работать пару лет. У тебя недели. Вот завтра будет зарядка, смотри, да? Они придут. Вот что ты будешь делать? Делать зарядку. Нормально абсолютно. Выполнять свою работу. Будешь выполнять. Конечно. Игнорировать ты их не будешь. На человеческие отношения я отвечаю человеческим. Если человек как-то будет мне хамить или еще что-то делать, я думаю, что я найду, как его обуздать.